Спасибо тебе, король биатлона! Чисто по-биатлонски! Александр Тихонов. Один из самых удивительных и феноменальных спортсменов 20 века. Он до сих пор парадоксален и непредсказуем. Не сгибаем вне зависимости от обстоятельств. Лучший биатлонист прошлого столетия, при этом не выигравший ни одной личной золотой олимпийской награды, но четырежды побеждавший в олимпийских эстетях. Человек, которого судьба всегда испытывала на прочность. Я дал себе за рог быть сильным и иметь все. Я безумно люблю Александра Ивановича. Я считаю, что если бы в его времена было такое количество гонок, как сейчас, он был бы, как Феллс, может быть, даже не 18-ти, а 28-кратный олимпийский чемпион. Потому что контактная гонка, почему Тихонов мастер-эстопед, контактная гонка – это его стезя. Он просто смотрел в глаза соперника и уничтожал их. На середину 60-х пришлась смена поколений. И появление Тихонова ознаменовало начало новой эпохи. А лично для него первым важнейшим рубежом стали Олимпийские игры в Гренобле. И золото советской сборной в эстафете. С приходом его, понимаете, команда немножко ожил по-настоящему. Александр Васильевич Привалов – наш первый призер Олимпийских игр в биатлоне. На Олимпиаде 1960 года в Скво-Велле на дистанции 20 километров Привалов финишировал с третьим временем. Привалов награжден почетной золотой медалью Международной Федерации современного пятиборья и биатлона. Во-первых, он общительный, обаятельный парень. Любил дисциплину, хорошо одеваться. Он был примером. И самое главное, в работе все тянулись за ним, потому что он в лыжных гонках был, естественно, был чемпионом спортеада по лыжным гонкам. Но, естественно, для биатлона это было что-то сверхъестественное. И я твердо сказал, ухожу в биатлон. Надо мной все смеялись. Говорят, ты что, в лыжной гонке популярность была дикая, там, знаете, ведь в то время на таком подъеме. А биатлон никто, кроме тренеров и солдат, никто не смотрел. Тихонов был первопроходцем и здесь. После него из лыж в биатлон и обратно свой путь проделали многие спортсмены. Чего стоит только феноменальное появление на биатлонных трассах Анфисы Резцовой или Сергея Чепикова. Среди мужчин Чепиков единственный из бывших лыжников стал двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по биатлону. Так что пример Тихонова, по большому счету, оказался положительным. У него к жизни хватка. Он жизнелюб отпетый. У него амплитуда такая очень разная. От детскости, наивности, такой сердечности, душевности, бессеребренности. И при том он может быть жестким, он может быть очень таким твердым и не жестоким, но может быть принципиальным. Он человек неординарный абсолютно, абсолютно неординарный, с очень трудной судьбой, трудным детством, за внешним таким фасадом юмора, шуток. На самом деле скрывается, конечно, очень непростая, сложная судьба, которая ему выпала на его долю. Вот, всего он добивался сам. Косили на равных. Я уже в 13 лет косил с отцом. Отец, он есть отец, но он не только в моей судьбе сыграл роль. Своим образом, своим трудолюбием пройти войну, быть раненым, контуженным. Все, кто у него учился, все поколения, все о нем отзываются как о родном отце. Вот он, фундамент родной, родные бревнышки. Еще мох держится. Да. Конопатели, ой, поскольку. Монокалиберная винтовка всегда стояла в шифонере. Но когда отца нет, я брал стамеску и нож, отжимал замки, винтовку с собой и, значит, в барок. То тетерево, значит, то пару уток принесу. Так что навыки отличной стрельбы у Тихонова с детства. А еще с детства у него уважение к своей истории и любовь к своей земле. Не абстрактная, а вполне конкретная. К этой деревне, к родным и близким, землякам, подрастающему поколению. Для них, именно для них, Тихонов уже много лет проводит у себя на родине гонку. Носит она, естественно, имя четырехкратного олимпийского чемпиона. И земляки гордятся своим героем. А пацаны мечтают когда-нибудь повторить Тихоновскую дорогу славы. Есть люди на все времена, такие как Пихачев, Сахаров, Женицын, Королев, Гагарин. Есть спортсмены на все времена. Это Яшин, Орламов, Третьяк, Роднина, Сковликова. В этом замечательном ряду Александр Тихонов. По сути, только два человека, которые в своем деле официально признаны лучшими, представляя Советский Союз или Россию. Лев Яшин лучший брата 20-го века, Александр Тихонов лучший брата 20-го века. Тихонов словно в ответе перед своими предками, которые пришли на Урал еще в 18-м веке. Корни малой родины в далеком 1742 году, когда у излученной тихой реки Уй заложена была крепость Уйская, а потом выросла и станица Уйская. И первым атаманом был Еремей Тихонов. Вот отсюда и ваши корни. Тихонов верит в друзей, а они верят в его слово и честность. Советский спортсмен Александр Тихонов. Он самый молодой среди наших биатлонистов. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Эти строки Симонова стали жизненным кредо Тихонова. Уже почти 40 лет, как он не выступает. А впечатление, что Александр Иванович и не уходил с дистанции. Александр Иванович Тихонов на ваших экранах, мистер биатлон. Лучший из лучших, симпатичный, молодой. Он живет биатлоном. Это его воздух, его среда обитания. Он каждой клеткой, каждым нервом реагирует на все происходящее в сегодняшнем биатлоне. Сегодняшнее поколение, они считают, что они уехали далеко вперед. В методике, во всех делах. Александр Тихонов, легенда биатлона, участник четырех олимпиад. Это они ушли теоретически. А крестьянина никто не побеждал. Нет той черновой работы. У нас не было этих тренажерных залов. И ведь действительно, иные времена, иные нравы. Теперь каждый спортсмен – это звезда. А сам Александр Иванович рад показать и направить. Потому что ему уж точно не все равно. Стараются поддержать. Иногда, когда плохо выступаем, заслуженно. И нам что-то указать. Но мы совсем не обижаемся. Я, наоборот, имею это за честь, когда слушаю от великих людей какие-то нарекания. Биатлон у нас начинал развиваться в Тюменской области с Уватской гонки в городе Увате. И вот там Александр Иванович предложил формат этих соревнований. А после этого мы уже сделали ему предложение. Биатлонный стадион назвали имени Тихонова. А во-вторых, там сделали музей Александра Ивановича. Поэтому его знаменитый пиджак со всеми заслуженными орденами и медалями находится в этом музее. Есть такое определение – мужик рукастый. Видите, не забыл, как двигать его. Я делал в основном болты, точил гайки. Тихонов – это четыре олимпийских золота. Александр Иванович – бодец. Отмечен Тихонов и боевой наградой. Я вскакиваю, открываю дверь. Он начинает руками так прикрываться. Именно с ним происходят всякого рода невероятные события. Как оказалось позже, за ним числилось шесть убийств. Психологически ввел игру. Болельщики с нетерпением ждали волшебного момента, когда Тихонов сбросит шапочку с головы. Шапка долой, догоняйте, ребята. Ему не довелось победить на Олимпийских играх хотя бы в одной индивидуальной гонке. Просто как вот какой-то злой рок. Ижевск – единственный в стране город, где работают специалисты, конструирующие винтовки для стреляющих лыжников. Чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. В конструкторском бюро – частый гость. У меня есть авторские свидетельства дела по усовершенствованию стрелкового оружия. И когда у меня сломался боёк в Швеции в 70-м году, вот он, первый специалист, моя токарь. Экспериментальная винтовка, она в единственном исполнении. Бойка запасного нет. Он цельный, как у Анжелса. И он у меня ломается, остаётся три дня до начала чемпионата мира. Вы представляете? Трагедия. Тихонов прошёл великолепную рабочую школу до того, как стал большим спортсменом. Его руки не просто помнят, что такое работа с металлом, деревом, они знают тонкости. Это талант. Видите, не забыл, как двигать его, да? Не забыто, не забыто. Я делал в основном болты, точил гайки, хуторки на ЗИСах, ЗИС-5, М-ки, ЗИЛ-130. В одной тихоновской жизни столько парадоксов, что их хватило бы на несколько перерождений. И почему-то именно с ним происходят всякого рода невероятные события. А может это потому, что Александр Иванович не умеет проходить мимо несправедливости? Может быть он родился с такой миссией? Мужественный человек, который бросился, так сказать, рискует собственной жизнью. В моём восприятии Александр Иванович борец, ну только с тюнингом на лыжах и с винтовкой, умеющий скидывать шапочку. Кстати, про шапочку. Все, кто помнит телевизионные трансляции биатлона советских времён и бегущего по дистанции Тихонова, не дадут соврать. Болельщики с нетерпением ждали волшебного момента, когда Тихонов сбросит шапочку с головы. В представлении поклонников спорта это означало только одно. Тихонов идёт в атаку и победу не отдаст. Когда особенно тренировались в минус 5, минус 7 градусов, для меня это всегда была расстёгнутая рубашка. А когда мы стартовали ближе к 0 градусов, я всегда закатывал рукава, я не мог. Я горел. Понимаете, я шапочку обязательно сбрасывал, но сбрасывал кому-нибудь из своих, чтобы она не ушла. Я думаю, что это и приём определённый. Виталий Георгиевич Смирнов имеет самый большой стаж работы в Международном Олимпийском комитете среди сотрудников этой организации. Почти полвека представляет и защищает интересы отечественных спортсменов на международной арене. Допустим, что делал Брумель. Он большинство своих рекордов устанавливал с третьей попытки. Вот он перед этой третьей попыткой обязательно протягивал руку к зрителям. Как бы, помогите мне. Вы знаете, это может быть какая-то его личная такая молитва, примета. Он психологически вёл игру со своими оппонентами заранее, не обязательно на трассу выходя и оказавшись на лыжне. Он применял всё, что можно было для того, чтобы победить. Я старался это сбросить там, чтобы соперник видел. Шапка долой и догоняйте ребята. Не даром говорят, что где-то находишь, а где-то теряешь. Однако не будем забывать, что Тихонов – единственный атлет на планете в зимних видах спорта, кто с четырёх олимпиад, тем не менее, возвращался с золотой наградой. Судьба давала спортсмену такую своего рода компенсацию. Я не знаю, к чему это отнести. Для меня это следствие обстоятельства, что удача всё-таки на большое место и значение занимает в жизни вообще. А в жизни жёстко сконцентрированный, сжатый до неимоверных величин в спорте, я имею в виду, приобретает судьбоносное роковое значение удачи. Я был просто на голову сильнее всех. Ну, наверное, так, я глубоко верующий человек. Всевышним было, у меня и так столько побед всего было. Я не пытаюсь уйти от ответа. Это были самые страшные минуты переживаний. И мы очень доверяем мнению Николая Озерова, который сказал, я много видел спортсменов, но лучший для меня это Александр Сибирь. Спортивная жизнь осталась за спиной. Лучшая агрофирма. К нам просились, присылали письма иностранцам. Возьмите на работу. Помогает развивать спорт. У него сердце болит за Россию. Я 9,5 лет пробыл за рубежом без родины, без родной земли. Он очень талантливый человек. Он был и остаётся лучшим. Как принесли Россию к стабильности? Надо немного заботы о людях. Потому что он искренне. Он может спеть песню Владимира Семёновича Высоцкого. Он может спеть так, что кто не знает и слышит этот голос, может подумать, что это на самом деле Владимир Семёнович Высоцкий поёт. Кто сказал, что всё сгорело до тла? Больше в землю не бросите с земля. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. То, что Тихонов умеет удивлять, в очередной раз стало понятно, когда он занялся сельским хозяйством. Спортивная жизнь осталась за спиной. В новых экономических условиях следовало и жить по-новому. В Ростовской области заработала агрофирма, ставшая лучшей в Европе. Мясо, колбасы, деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные изделия. Кто мог подумать, что за всем этим стоит спортсмен? Правда, великий спортсмен. К нам просились, присылали письма иностранцы. Возьмите на работу. Тихонов всегда жил принципом «не оскудеет рука дающего». Он начинает заниматься благотворительностью, помогает развивать спорт. Никогда не забывает о друзья. Таких патриотов, как он, сложно найти. У него сердце болит за Россию. Я 9,5 лет пробыл за рубежом без родины, без родной земли. Знаете, о чём я всё время думал, гуляя по Австрии, Германии, Франции? Чем же они лучше нас? Мы богаче всех, но мы безалабернее всех. Послушайте короткую выдержку из его выступления на съезде малого и среднего бизнеса. Он, как обычно, был эмоционален, и многим его речь по вкусу не пришлась. Как привести Россию к стабильности? Надо немного заботы о людях, о тех, на ком ещё держится российский корабль. А Тихонов сегодня мечтает вернуть к жизни хотя бы некоторые составные части своего некогда успешного бизнеса. У него получится. Закалка у этого человека особенная. Увидел ночью мать плачущую около кроватки, она качала третьего. Вот, значит, и утром проснулся, я такой крепкий был, сразу был крепкий. И отцу говорю, я говорю, отец, я больше в школу не пойду. Что будешь делать? Я говорю, я старший, я пойду работать. Куда? Я говорю, со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова